Вильгельм Стейниц – первый официальный чемпион мира. Некоронованные чемпионы были и до Стейница. Андре Франсуа Фелидор, Луи Шаре Лабурдоне, Пол Морфи и Адольф Андерсон признавались современниками лучшими шахматистами своего времени. Просто в 18 веке провести официальный чемпионат сильнейших в эпоху, когда нельзя было сесть на самолет и прилететь из страны в страну, оказалось бы очень сложным. Например, на первый международный турнир в Лондоне ряд фаворитов просто не доехали или не успели к началу состязания ввиду проблем с пересечением Ла-Манши. А еще шахматное сообщество дало негласное одобрение на чемпионский матч Стейница против Иоганна Цукерторта лишь после смерти Пола Морфи – великого гения, ставшего во второй половине жизни затворником, игнорировавшим любые связи с черно-белым миром. Вильгельм был исключительно целеустремленным человеком, который не боялся трудностей шахматного профессионала. А ведь ему, чтобы прокормиться, приходилось давать уроки или играть в кафе на ставку, давая соперникам форум. Он посвятил шахматам всю жизнь и ставил перед собой только одну цель – стать лучшим в мире. И стиль его стремительно менялся от мастера осложнений, который превзошел в этом плане великого Андерсона, до основателя позиционной школы игры. Стейниц на пути к наивысшим достижениям мог позволить себе выходить королем в центр в острейших линиях королевского гамбита. А в итоге превратился в техничного, разностороннего академика шахмат. Он стал первым в истории аналитиком, который не только много играл, но и постоянно изучал шахматы, искал в них новые прогрессивные пути и сильнейшие ходы в домашней лаборатории. А ведь перед чемпионским матчем Вильгельм Стейниц на достаточно большой срок оставлял практические выступления. Он вел шахматные колонки в различных крупных изданиях того времени, выступал популяризатором любимой игры. Ему было уже под 50, когда известный, шахматист переехал из Европы в США и решил, надо становиться чемпионом мира. В 1886 году состоялся первый поединок за мировую корону. Вильгельм бился против нового гения комбинаций ученика Андерсена Цукерторта. Играли в Нью-Йорке, Сент-Луисе и Новом Орлеане. Матч вызвал огромный ажиотаж за океаном. На старте Цукерторт повел 4-1 и казалось, что ветеран сокрушен. Но нет, тут Стейниц собрался и переломил ход поединка. Ему помогла его позиционная теория. Соперник любил играть атакующие позиции с изолятором. А первый чемпион мира сумел доказать, что этот самый изолятор со временем станет слабостью. Цепляясь за свою любимую пешку, Цукерторт постепенно погружался в пучину и в итоге проиграл. По сути дела Вильгельм сформулировал все первые правила позиционной игры и стратегии. Конечно, все эти правила тогда были неочевидны и ведущие мастера того времени отчаянно спорили о них в печати. Главным оппонентом Стейница тут стал великий русский маэстро Михаил Чегорин, с которым невероятно принципиальный и очень упрямый Стейниц провел два матча за мировую корону. Это самое чрезмерное упорство Стейница в некоторых дебютных построениях, стремление во что бы то ни стало отстоять свои тезисы, стоили ему в многих проигранных партиях в битве с опасным Михаилом Ивановичем. Например, он с невероятным постоянством любил забирать гамбитные пешки и потом пытался обороняться с фигурами по последним рядам. Но, несмотря на ряд жестких поражений от основателя русской шахматной школы, чемпион смог победить. Действительно, самая невероятная в Стейнице его принципиальность. Он всегда хотел сражаться с именно сильнейшими соперниками, считал долгом честь отстаивать свои титулы и свои теории за доской. Его последователи в этом плане действовали гораздо хитрее. Играя матч с еще одним ведущим шахматистом Исидором Гундсбергом Стейнис даже спросил в дебюте, должен ли я играть свой вариант? И Гундсберг ответил, конечно нет, но публика ждет, что вы будете защищать свое изобретение. В итоге возраст взял свое и Вильгельм уступил корону молодому Эммануилу Ласке. Конец первого чемпиона мира был печален. Он встретил его в лечебнице для душевнобольных, но не расставался с шахматами. И последние его видения были об этой удивительной и мудрой игре. Первая и самая известная партия Стейниса против Курта фон Барделябен. В этой позиции белые пожертвовали пешку и опасно атакуют. И в принципе можно было сыграть конь аж 7, чтобы на ферзе 4 пойти конь бьет Ф6 и остаться с лишней пешкой в окончании. Однако вместо этого Стейниц нанес просто сокрушительный удар на Е7. Ладья бьет Е7. И теперь оказывается, что если черные бьют ферзем, то на С8 висит ладья, белые остаются с лишним конем. Если черные бьют король Е7, тогда следует ладья Е1, король Д6, ферзь Б4. Нельзя ходить ладья Ц5 сейчас из-за конь Е4 и черные теряют крупный материал после взятия коня ладья Д1. Шах следует. Поэтому на ферзь Б4 черные вынуждены уходить король Ц7 и тут следует конь Е6 и черный король попался. Король Б8, ферзь Ф4 шах, ладья Ц7, конь бьет Ц7 и черные не могут бить ферзь Ц7 из-за ладья Е8 с мат. Однако к чести Борделебина черные приготовили на ладья Е7 очень коварное и сильное возражение. Последовало король Ф8 и оказывается, что ввиду угрозы мата по первому ряду, у белого короля нету форточки, белые не могут забрать ферзя. Однако и здесь стояницу удалось невероятно красиво закончить партию. Он сыграл ладья Ф7 шах, черные не могут брать ладью, потому что висит их собственно на Ц8. Король Ж8, ладья Ж7, но вновь ладья неуязвима, брать ее королем нельзя из-за ферзь Д6 шахом. Король Х8, ладья Х7, король Ж8 и кажется, что будет сейчас ничья вечным шахом, повторением ходов. Однако после ладья Ж7 оказывается, что король Х8 уже проигрывает. И белые выигрывают весьма поучительно. Ферзь Х4 шах, король Ж7, ферзь Х7, король Е7, ферзь Ж7, король Е8, ферзь Ж8. Все ходы единственные. Король Е7, ферзь Ф7 и оказывается, что на король Д6 будет ферзь Ф6, а на король Д8, ферзь Ф8, ферзь Е8, конь Ф7, король Д7 и вот такой вот эффектный эпалетный мат. После ладья Ж7, король Х8, ладья Х7, король Ж8, ладья Ж7, увидев этот вариант, потрясенный фон Барделебен, не говоря ни слова, просто поднялся и вышел из турнирного зала. И судьи зафиксировали ему просрочку времени. Вторая партия уже не стейница тактика, а стейница стратега и стейница позиционного игрока. Его известный поединок против мастера Александра Селлмана. Французская защита и вариант, который позднее будет носить имя стейница. Е5, конь Ф7, Ф4, С5, здесь сейчас основное продолжение, конь Ф3, конь С6, слон Е3, актуальная, однако стейниц сыграл ДС, слон С5, конь Ф3, А6, слон Д3, конь С6. Ферзь Е2, белые хотят постепенно подготовить размен чернопольных слонов и сделать рокировку, а их слон на Д3 гораздо лучше, чем черный слон на С8. Поэтому Селлман его меняет. Конь Б4, слон Д2, Б5, конь Д1, конь Д3, СД, ферзь Б6. Ну, кажется, что черные стоят прекрасно. У них два слона и развитие нормальное. И в этот момент стейниц начинает борьбу за поля. Б4, слон Е7, А3. Ну, видимо, в этот момент черные должны были сыграть Д4 и попытаться любой ценой вскрыть своего белопольного слона, вывести его на Б7, на ударную диагональ, даже ценой пешки Д4. Но Селлман сделал ход Ф5. Он, конечно, не понимал глубину замысла и насколько опасен план стейница. Ладья Ц1, слон Б7, слон Е3, ферзь Д8, конь Д4 и белые захватили командную высоту. Их конь блестяще расположен на Д4, а силы черных пассивны. Каждым ходом стейниц продолжают удушать своего соперника и вскоре позиция черных рушится. Конь Ф8 надо защитить на Е6. Рокировка. Х5. Ну, понятно, что современный мастер защищался бы гораздо лучше, но это был 1885 год. Конь Ц3. Король Ф7. Конь Б1. Белый конь идет на узловое поле Ц5. Ф5. Ж6. Конь Д2. Конь Д7. Конь 2, Б3. Ладья Ц8. Конь А5. На Ц5 коня не пустили, но он приземлился на поле А5 и расположен великолепно. Видите, теория стейница работает позиционно. Все ключевые поля на доске в его руках. Слон А8. Взяли, взяли. Ладья Ц1. Ферзь Б8. Ферзь С2. Ко всем бедам черных еще белые захватили линию С и будут по ней вторгаться. Слон Д8. Конь АЦ6. Ферзь Б7. Конь Д8. Ладья Д8. Ферзь С7. Ферзь Б8. Вот последним усилием черные как-то держатся. После размена ферзей бы они очень быстро потеряли бы пешку А6. И белые потихоньку подвели бы короля и все фигуры выиграли бы партию. Селлман вроде бы сохраняет какое-то подобие блокады. Однако сейчас в игру включится еще одна до этого дремавшая фигура белых. Слон на Е3. И после этого крепость черных капитулировала. Слон Ф2. Ферзь Б6. Конь Ф3. Еще очень точный ход. Конь идет на поле Ж5. Бедный. Слон на А8. Всю партию, по большому счету, он оставался большой пешкой. После такой блокадной и очень сильной игры стояница. Ферзь С7. Ладья С7. Приходится ходить король Е8, потому что грозило слон Х4 с выигрышем материала. Конь Ж5. Конь Ф8. Слон С5. По сути дела черные запотованы в своем лагере. Сейчас нету хода ладья Д7 и за ладья С8 с выигрышем материала. А после Конь Д7. Слон Д6. Черным пришлось сдаться. Ходов нету. Висит на Е6. И армия черных гибнет. Блестящий позиционный шедевр в исполнении первого чемпиона мира.